Взгляд изнутри. 25 апреля Театр Кукол приглашает зрителей на театрализованную читку сказки «Кошка, которая гуляла сама по себе». Зрители смогут послушать, как актеры читают произведения, также увидеть эскизы кукол и костюмов к этому спектаклю. К слову, сам спектакль кировские зрители смогут увидеть только в июне. Подробности расскажем далее. Слушайте! 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 В Театре Кукол начались репетиции театрализованной сказки «Кошка, которая гуляла сама по себе». Рассказчиком здесь выступают сразу все актеры. Сливаются в один и разбиваются на несколько голосов. А движения напоминают шаманский танец, который мысленно переносит зрителя в древние времена, когда и разворачивается действие сказки. Скажем так, история идет с тех времен, когда люди больше верили природе и слушали ее. Слушали какие-то природные звуки и в помощь призывали природу. Сейчас подготовка идет не только на сцене. Работа кипит и в производственных цехах. Мастера шьют костюмы для кукол и актеров. Закройщик Марина Бойчук показывает. Как бы лошадь, ее еще как бы вот это все доработается еще художником. То есть еще маска будет и по сути готовая лошадь. Да, и готовая лошадь будет. Примера спектакля «Кошка, которая гуляла сама по себе» состоится в июне. А вот поприсутствовать на читке сказки кировчане смогут уже 25 апреля. А это будет очень интересно, уверен режиссер. Потому что это такой полет фантазии. Мы вот соберемся в ближайшее время и начнем фантазировать, как мы можем именно прочитать, но с элементами театрального действия какого-то. Конечно, будут актеры, будут какие-то куклы, будет свет, будет музыка. Мы познакомим с эскизами будущего спектакля, с куклами, с масками. То есть покажем, как это все начинается, как начинается процесс создания спектакля. Кроме этого, зрители смогут пообщаться с актерами и предложить им свои идеи по поводу спектакля. Ксения Фрик, Антон Савиных и Даниил Кочкин. Бюро новостей Дайвича.